А мы начинаем новости на 31-м канале в студии Информбюро Полина Булава. И смотрите сегодня. И как не стать жертвой мошенников? Завышают цены. Аким Алматы предложил убрать посредников из цепочки поставок продуктов. На сколько процентов они поднимают прайсы и что по этому поводу говорят экономисты. Студенческая доля. Правила распределения мест в общежитиях утвердили в министерстве. Как будет работать новая система? Удобно будет студентам, чтобы не мотаться по городу, не искать. И решит ли эта проблема нехватки жилья для студентов? 31 день остался до проведения внеочередных президентских выборов. Сегодня Центр избирком зарегистрировал сразу двух кандидатов. Это Салтанат Турсенбекова от Общественного объединения Казаха Налара Дестурге Жол и Нурлана Уизбаев от партии ОСДП. Отмечусь, 12 ранее заявленных претендентов ЦИК на сегодняшний день пропустил шесть кандидатур, две из которых женщины. Трое участников электоральной гонки ввиду несоответствия установленным требованиям выбыли. Интересно, что уже завтра в 18.00 по времени Астаны завершится этап регистрации кандидатов и начнется агитационный период. Казахстан готов к женщине-президенту. С такими словами, после получения удостоверения кандидата на участие в предстоящих выборах выступила Салтанат Турсенбекова. 11 октября ее выдвинули от Общественного объединения Казак Аналара Дестурге Жол. Известно, что кандидат в президенты активно занимается вопросами защитами материнства и детства, укрепления, института семьи, продвижения национальных и духовных ценностей. Женщина имеет право и женщина будет реализовать все свои права. Я, наверное, в первую очередь за законность в стране, за справедливость. Это и в сфере социальной защиты населения. Салтанат Турсенбековой удалось собрать больше 119 тысяч подписей. Достоверными признали порядка 118 тысяч. А вот выдвиженец от оппозиционной общенациональной социал-демократической партии смог собрать на тысячи подписей больше. Сегодня Нурлан Ауизбаев стал шестым зарегистрированным кандидатом в президенты. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Ауизбаева Нурлана Асвата Балдиевича кандидатом в президенты Республики Казахстан. В начале октября от общественных объединений и политических партий было зарегистрировано 12 претендентов на главный пост страны. Изучив их документы, члены Центра избиркома приняли решение о несоответствии трех претендентов. Таким образом, на сегодняшний день шесть кандидатов имеют соответствующее удостоверение и могут начать подготовку к агитационному периоду. Это действующий президент Касым Жумар Тукаев от Народной коалиции, Жигули Дайрабаев от партии АУ, Нурлан Ауизбаев от ОСДП, Мирам Кажеген от Содружества профсоюзов Казахстана и две женщины, Каракат Абден от Национального альянса профессиональных социальных работников и Салтанат Турсумбекова. Отмечу, регистрация кандидатов в ЦИКе завершится уже завтра в 18.00 часов по времени Астаны. Динара Нургалиева, Нуркенток Муртин, Информбюро, Астана. Около 200 казахстанских граждан остаются на территории Украины. Для оказания консультативной помощи и эвакуации наших соотечественников в Киеве продолжает работать консул. Об этом сегодня рассказал министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеоберди. Большую часть отечественных дипломатов передислоцировали в столицу Польши. Сотрудники посольства продолжают работу из Варшавы, заявил глава внешнеполитического ведомства. Заместитель премьер-министра отметил, на данный момент дипломаты в первую очередь помогают согражданам покинуть Украину через Польшу и Молдову. В данной ситуации, вы понимаете, очень трудно собирать информацию. Идут военные действия, и многие граждане покидают Украину самостоятельно. Вы знаете, что открыты границы в Польшу, Молдову. Наше посольство передислоцировано. Они со стороны, с польской стороны тоже могут принимать. То есть с этой стороны у нас консул, с той стороны дипломаты посольства. В фонде гарантирования депозитов назвали число граждан, которые могут рассчитывать на 10-процентную компенсацию на теньговые вклады. Программа охватит более 5 миллионов человек. Но для этого вкладчики должны подать заявление в свои банки. Анастасия Новикова расскажет, как получить бонус и на какие суммы можно рассчитывать. Более 5 миллионов вкладчиков могут получить компенсацию по теньговым депозитам. В стране действует программа защиты вкладов. Под программу подпадают не только граждане республики, но и нерезиденты. Они могут претендовать на 10% компенсации от той минимальной суммы, которая хранилась на их вкладах с 23 февраля этого года до 23 февраля будущего года. По данным фонда гарантирования депозитов, большая часть вкладов составляет до миллиона тенге. Предельная же сумма депозита для компенсации 20 миллионов тенге. Минимального порога нет. Допускается частичное изъятие. То есть если человек, ну вот у него была ситуация, например, был миллион тенге, и на какие-то неотложные расходы ему нужно было какую-то часть снять, например, 200 тысяч тенге. Он их снимает, но оставшиеся 800 тысяч остаются на вкладе до 23 февраля 2023 года. Соответственно, он на этот минимальный остаток получит 10% от 800 тысяч тенге, то есть 80 тысяч тенге. Учитывается лишь сумма на 23 февраля 2022 года. Пополнение после роли не сыграет. Компенсации подлежат сберегательные, срочные, несрочные вклады, а также образовательные накопительные вклады и накопление в системе жилищно-строительных сбережений. Но для того, чтобы получить компенсацию, необходимо подать заявление до 1 января. Иначе претендовать на обещанные 10% будет невозможно. Подать заявку можно в отделениях банков, а также онлайн. Многие банки запустили эту функцию в своих приложениях. Специалисты говорят, на фоне программы активизировались мошенники. После 23 февраля банки предоставят данные по реестрам. И в случае, если они будут сданы без ошибок, средства зачислят на счета вкладчика в течение 10 дней. До этого времени депозит нельзя закрывать. Если его срок истекает раньше, то договор необходимо продлить. Анастасия Новикова, Анастасия Новикова, Абзал Туровеков, Информбюро Шымкент. Предприниматели Восточного Казахстана заявили, что удорожание и дефицит дизельного топлива негативно сказываются на бизнесе. Представители крупных горно-транспортных, строительно-дорожных компаний, недропользователи и сельхозпроизводители бьют тревогу. Установленный лимит на одну единицу техники не покрывает потребности предприятий. К чему может привести такая ситуация, выясняла Жанара Салханова. В Казахстане наблюдается дефицит дизельного топлива. Вначале оно резко подорожало. В августе нынешнего года цены возросли с 260 тенге до 450 тенге за литр. Предприниматели говорят, ситуация настолько серьезная, что некоторые компании вынуждены приостановить деятельность и отправить работников в отпуск без содержания. Крупным потребителям дизтоплива приходится пересматривать бюджет и привлекать дополнительные средства, лишь бы удержаться на плаву. Социальный риск на уровне района, области, он, ну мне кажется, он ощутимый. Потому что, допустим, в нашей компании работает 120 человек. Это только те люди, которые занимаются управлением техникой. Вот, представьте, 120 человек окажутся временно безработными. Также это может повлиять и на продовольственный рынок. Сельхозпредприятия получают дизтопливо по льготной цене, но и они сталкиваются с дефицитом. Сейчас вот у нас дожди, уборка в полном разгаре. И в настоящее время у нас не хватает дизельного топлива для сушки этой культуры. Как результатом этого может являться дефицит, часть продукции может пропасть. Соответственно, возникнет дефицит на рынке подсолнечника и подсолнечного масла. Либо это отразится на цене. В областном филиале партии Ахжол отмечают, что есть риск удорожания стоимости тарифов на коммунальные услуги. Топливо используют теплоэнергостанции, которые производят электричество, электроэнергию, тепло. То есть это таким образом имеет еще и социальный эффект, поскольку мы сейчас можем столкнуться с повышением тарифов на электроэнергию, на тепло. Управление предпринимательства Восточно-Казахстанской области посоветовали всем, кто столкнулся с фактами спекуляции создания дефицита, напрямую обращаться в Министерство энергетики. Мы обратились за оперативным комментарием в ведомство. Там сообщили, что смогут ответить на все вопросы завтра на брифинге. Между тем, местные предприниматели намерены направить письмо в правительство с предложениями включить оптовых потребителей в государственное регулирование цен на дизельное топливо. Также проанализировать ценообразование у монополистов трех крупных НПЗ, начиная от добычи нефти и выявить, на каком этапе происходит удорожание цены на дизельное топливо. Также создать условия для открытия в регионах новых мини-нефтеперерабатывающих заводов. Жена Раслханова, Руслан Ахматалиев, Информбюро Восточно-Казахстанской области. Власти Алматы намерены избавиться от посредников. По словам Акима мегаполиса Ербулата Досаева, цены на продукты питания завышены на 40% из-за перекупщиков. Об этом он заявил на встрече с жителями Бостон-Декского района. Кардинально к чистке города от посредников власти намерены приступить с начала следующего года. Есть договоренность между Акиматом Алматы с торговыми сетями о прямой поставке 85 тысяч тонн социально значимых продуктов питания по фиксированным ценам. Такая же работа будет проводиться со всеми регионами страны, утверждает Ербулат Досаев. Сейчас же, пока продукция дойдет до потребителя, ее стоимость увеличивается в несколько раз. На ценообразование также влияют геополитические события, удорожание ГСМ, удобрений, кормов и добавок. Экономисты считают, что с посредниками нужно было решать вопрос давно, но и тут нужно действовать аккуратно. Инициатива Досаева интересная. То есть работать по тому, чтобы убирать, я бы сказал так, бесполезных посредников. В то же время есть у нас посредники небольшие и которые выполняют какую-то работу. То есть закупают картофель оптом, сортируют его, упаковывают и так далее. То есть фактически это уже не посредник, это какую-то переработку делать. С такими, я думаю, бороться не стоит. Продолжаем информбюро. Как получить место в общежитии? Министерство науки и высшего образования опубликовало правила распределения мест на рассмотрение общественности. Процедура эта будет теперь проще и прозрачнее. Кто сможет рассчитывать на заветные квадратные метры и каким образом можно будет подать заявление, расскажет Нина Шаппо. Места в общежитиях страны при университетах нынче на вес золота. Причем не все учебные заведения могут похвастать наличием таковых. Министерство науки и высшего образования опубликовало на сайте открытые НПА правила и порядок получения студентами мест в общежитиях. В первую очередь процедуру хотят цифровизовать. Подать заявление и получить ответ можно будет на сайте ВУЗа или в ЕГОВ. Студенты оценили это новшество. Мне кажется, на самом деле удобно будет студентам, чтобы не мотаться по городу, не искать, потому что корпусов много. Поэтому, мне кажется, достаточно удобная организация. У ЕГОВ чаще всего зависает, и это очень трудно. Даже элементарно забронировать себе место трудно дается. Мне кажется, лучше фиксировать это все в бумажном виде, как делал это раньше. Это всегда удобно, когда можно из дома просто заказать себе место в общежитии. Информацию о наличии свободных мест ВУЗы начнут публиковать на своих сайтах. Распределяться они будут на конкурсной основе. Для того, чтобы получить место в общежитии, в первую очередь нужно предоставить документы об отсутствии жилья в том населенном пункте, в котором находится ВУЗ. Заявления студента будут рассматривать в канцелярии в течение одного рабочего дня. Далее данные будут передавать специальной комиссии, состав которой определяет первый руководитель университета. В состав комиссии должны войти представители ВУЗа, курирующие вопросы проживания, студенческое самоуправление, профсоюзы, деканы и отвечающие за вопросы молодежной политики при ВУЗе. Места будут распределять в июне и в августе и по необходимости в течение учебного года. Общественность считает, что такое новшество должно снизить коррупционные риски и сделать процедуру распределения мест более прозрачной. Таким образом можно провести ревизию, точную ревизию наличия мест и понимать, сколько мест уже есть и сколько нужно строить и организовывать новых мест. Потому что, может быть, некоторые места все-таки сдаются кому-то, кто более качественно платит, чем студент в некоторых ВУЗах. Я-то уже, например, предполагаю, что это есть. Подняла депутаты вопрос распределения грантов, так как он на данный момент бесконтрольный и непонятно, какому региону ждать в новом учебном году наплыва студентов, как это получилось в сентябре в Алма-Аты. Приоритет по-прежнему будет отдаваться студентам с инвалидностью, детям-сиротам, кондасам, лицам, приравненным к ветеранам Великой Отечественной войны по льготам, сельской молодёжи и так далее. Документ по правилам распределения мест в общежитиях будет на рассмотрении общественности до 3 ноября. Нина Шапо, Елена Досова, Информбюро, Костанай. Скандал вокруг гаражного кооператива разгорелся в октобе. Уже полгода люди отстаивают свои интересы в суде, но пока идут разбирательства, застройщик уже приступил к строительству многоэтажного дома и снес часть гаражей. Какую компенсацию предлагают людям и почему их это не устраивает, узнавала Лейла Уэсова. Земля, на которой стоят гаражи, в последнее время стала зоной боевых действий между их хозяевами и строительной фирмой. Алматинская компания уже вырыла котлован, чтобы строить жилой комплекс, а часть гаражей, которые выкупила, уже начала сносить. Конфликт вспыхнул ещё в мае, когда в кооперативе стали срезать гаражные ворота и разбирать крыши с помощью крана. Всего взломали 20 строений, а территорию обнесли забором. Люди объединились и подали в суд на Акимат. В кооперативе насчитывается около полутора тысяч гаражей, половина из которых приватизирована. Застройщик выкупил всего лишь 30. По словам владельцев, их не устраивает сумма компенсации. Есть те, кто продал за 100 тысяч тенге, но большинство требует продлить договор аренды на три года. 35 лет проходит за этими гаражами. Как это можно понять, что это не мои гаражи? Они что, в воздухе подвешены? Они же на земле стояли. Земли в Казахстане валом. Дайте людям, пусть пользуются. Если нет у него возможности выкупить землю, пусть он уплатит за аренду. Гаражный кооператив почти слился с новостройками и мешает развитию нового микрорайона БАТ-С-2, говорят в Акимате. По словам чиновников, на этом месте планируется построить многоэтажный дом. Частный инвестор сам договаривается о цене и выкупает землю у собственников. Ранее эта местность не была такой, как сейчас. Тут не было такого широкого развития. Это была степь. И, соответственно, эти гаражные кооперативы были вынесены сюда. Но, как вы видите, в настоящее время это центр города. Идёт очень динамичное развитие. Согласно генеральному плану Актубе, от гаражных кооперативов со временем не останется и следа. Земля уже разбита на несколько участков, половину из которых застроят жилыми комплексами. Что касается строительства автостоянок и паркингов, то в каждом ЖК, говорят проектировщики, данный вопрос уже проработан. В Казахстане заметно подорожала обувь. И многие граждане в целях экономии сдают в ремонт свою старую обувь. Тем более, что некоторые мастера очень добросовестно делают свою работу. Один из них – Олег Якимчук. Мужчина выбрал профессию сапожника и не жалеет об этом. Нина Шапо расскажет подробнее. Все, кто приносит обувь на ремонт в эту мастерскую впервые, всегда удивляются. Сапожником здесь работает молодой 23-летний костанаяц Олег Якимчук. Он с детства мечтал стать хирургом, но не сложилось. Хотя что-то общее между работой врача и сапожника есть. Вот, к примеру, тоже почти не выпускает из рук иглу. Сначала родные и знакомые скептически отнеслись к увлечению Олега. Но когда он стал зарабатывать хорошие деньги, своё мнение поменяли. О ремеслу его обучил друг. И он мне такую мысль сказал, что постарайся сделать лучше, чем на заводе. И это меня смотивировало, и я стал прям вникать в эту тему и развиваться. Это больше хобби, потому что у меня нет такого, что я стою и думаю, я опять на работу идти, и недовольство. Нет, я иду с радостью, могу даже заранее приехать и работать. Мне этого хватает, чтобы, допустим, обеспечивать семью, снимать квартиру, откладывать, ездить в отпуск и так далее. Мастер рассказывает, что обучался уже современным методам ремонта. Он может не только поменять замок, прошить и проклеить обувь, но и даже замаскировать царапину и покрасить ботинок. Из-за наших реагентов, которые часто зимой сыпят соль, песок, из-за этого обувь часто может отклеиваться и отходить подошвам. Поэтому лучше, когда вы покупаете обувь не из натуральных материалов, то лучше принести ее на прошивку. Самая дорогая обувь, которую приходилось ремонтировать сапожнику, стоила порядка одного миллиона тенге. Кстати, клиенты у мастера не только кустанайцы. Привозят свои сапоги и ботинки из других городов и даже стран. Но далеко за отзывами ехать не стоит. Нравится то, что оперативно, самое главное – качественно. Будем еще обращаться. Удобно, что мы в одном здании раз спустилась, оставила и буквально через день или по времени забираем. О мастере клиенты узнают из Инстаграма. Там довольно популярны работы до и после. За контент полностью отвечает супруга Олега. Именно ее поддержка, рассказывает мастер, и помогла ему добиться успеха. Он когда предложил, что он будет это делать, я была очень рада. Сначала у меня такие смятения, он меня спросил, как тебе не будет стыдно, за что ты муж сапожник. Я сказала, что нет, потому что есть разные сапожники. И такой, как он, он будет один, и я это знала. Потому что у него свой подход ко всему. В планах у мастера открыть курсы для глухонемых. Молодой человек знает язык жестов. Даже обращался за грантом, но отказали, так как он уже не начинающий предприниматель. Но Олег верит, что его маленькое дело когда-то принесет большие успехи. Нина Шапо, Елена Досова, Информбюро, Костанай. Миллион кэшбэк. Такую акцию запустил Фортебанк. Каждую неделю казахстанцы становятся миллионерами. Кому повезло на этот раз? И как выиграть миллион от Фортебанк, узнавала Жамал Габдулина. Список миллионеров от Фортебанк пополняется каждую неделю. Сегодня победительницей акции «Миллион кэшбэк» стала Майя Турикулова. Это 23-й миллионер Фортебанка. Женщина говорит, что для нее это настоящий сюрприз. Кредит она оформляла для семьи и не ожидала, что станет миллионером. Да, конечно, я не могла поверить. Даже сейчас я все еще волнуюсь. А тогда вообще было очень волнительно. Пока мой кредитный менеджер мне не позвонил, я не верила. А уже потом, после поздравлений, я обрадовалась. Приз в один миллион тенге зачислили победителю на счет в приложении Форте. Напомним, что призовой фонд розыгрыша 34 миллиона тенге. Получите или рефинансируете кредит из другого банка и выигрывайте условия акции «Миллион кэшбэк» каждую неделю понятны и просты. Для участия в акции, которая сейчас у нас разыгрывается, «Миллион кэшбэк» каждую неделю, необходимо взять кредит от 100 тысяч тенге, беззалоговый кредит от 100 тысяч тенге. Можно подать заявку через наше приложение Форте банка, либо же подать заявку на сайте «Форте.Кизет». Форте банк проводит акцию «Миллион кэшбэк» каждую неделю среди всех заемщиков, которые оформили беззалоговый кредит в период с 18 апреля по 26 декабря. Поэтому у вас еще есть шанс выиграть «Миллион». Жамал Габдулина, Влад Шишко, информбюро «Алматы». Цифровизация добралась и до сферы путешествий. Пассажиры «Флайер» и «Стан» больше не будут стоять в очередях. В аэропорту «Алматы» заработал терминал самообслуживания «Айжан». Удобство уже оценили пассажиры лоукостера. Как работают терминалы, какие услуги оказывают умные устройства? На презентации побывали мои коллеги. Для пассажиров «Флайер» и «Стан» очереди на регистрацию уже в прошлом. Зарегистрироваться на рейс теперь помогают терминалы самообслуживания «Айжан». В аэропорту «Алматы» их восемь. «Такие терминалы широко применяются в Европе и других уголках мира. Но в Центральной Азии это первые. И первые в Казахстане. Мы очень гордимся тем, что Казахстан стал центром инноваций в сфере авиапутешествий». «Айжан» поможет распечатать билет, багажную бирку и взвесить багаж. Заплатить за перевес можно здесь же. Идти никуда не надо. Планировать своё время станет намного проще. «Мы считаем, что это поможет избавиться от очередей в аэропорту и сделать обслуживание пассажиров удобнее. Поэтому с сегодняшнего дня мы запускаем эти терминалы». Мурат Алмагамбетов первым испытал «Айжан» и выиграл подарок – год бесплатных полётов по Казахстану. «Бывают большие очереди, по 20 минут, по 15 минут. А благодаря такому киоску мы прошли буквально за минуту-две». Мы тоже решили оценить новшества. «Давайте попробуем зарегистрироваться на рейс. Сканируем удостоверение. Готово. Зарегистрироваться. Осталось только получить посадочный талон. Как видите, всё очень быстро и просто». В ближайшие четыре месяца терминалы «Айжан» появятся в 13 аэропортах страны. Пока только для внутренних рейсов. Но совсем скоро появится сервис и для международных. До Нового года услуга совершенно бесплатная. Но и после цена останется доступной, обещают в компании. Бесплатной она также будет всегда в приложении FlyArrestan и на сайте flyarrestan.com. Елена Меньшова, Сергей Шуйский, Информбюро.